погнали инфи флай инфи флай инфи флай инфи флай я сто лет не видел ни одного ни второго кстати вот у кого есть возможность инфи был рандомом и он специально поставил эльфа я по привычке жду так ошанчик рассказывать по поводу приложений во первых там будут беляки во вторых там будут подарки отображаться она работает и фоне и в окне picture in picture там есть клипчики у там есть клавиатура смайлов которая запоминает либо любимые смайлы а еще группирует их по каналам почти как в телеге ну и конечно же свежий набор багов и косяков сообщает миша кто по твоему два самых лучших игрока в галактике и почему этому на хэппи ну потому что ну я согласен во первых с твоим выбором потому что они очень сильно не похожи друг на друга хэппи по исполнению амун по стилю то есть у хэппича безусловно стратегии особенно учитывая последние патчи они обновляются все равно идет адаптация подстройка извините пожалуйста вот но все равно по сравнению с эльфийской вариативностью никто не догонит эту расу по количеству вот и с одной стороны у тебя есть хэппи который по исполнению ну на него деньги можно ставить реально то есть и чаще всего знаешь что он что он не совершит глупых ошибок не сделать необдуманных каких-то не примет не необдуманных решений не отдаст по глупости героя там не пропустит не 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 ну вот меньше всего рисков в нем и с другой стороны мун который вы сможете можешь сыграть по двадцати разным стратегиям но может допустить такой такие ляпы ну в стиле любого эльфа любого эльфа поэтому я согласен с твоим выбором так флай выкупил троллем он добьет у сам виноват эльф флай очень хорошо здесь врывается он еще мага успеет убить блейдом может торчу сразу бить минус висп как же отконтроливает хорошо здесь минус барак у да потерял тролля но тролль выиграл много времени развел на прикопку вот это под подготовочка заготовочка спасибо друзья прилетел мне здоров и добил какой контроль от флая шикарный и сразу видно что вообще никакого пинга нет то есть четенько вот эти вот добивания при 100 вот эти ласт хиты за за блейдмастера шикарно просто выбивает себе артефакт попутно чтобы замазать и уйти виндвок а и замазался но не успел перебили перебили ему хп купил тролля сейчас опасно очень нельзя так делать что он делал а ну это флая забыл а ну если fly не отдает своей игре блейдмастера значит он не выспался это настолько тоже его козырная тема вот сейчас ребята просто в порадуется в чате через полторы минуты у тебя синая лихорадка если органы цветения да но но я не знаю на что на какое именно чего цветение сейчас мне явно котовская темная где-то что-то там нос потрогал и все я стараюсь после котов сразу руки мыть но я не всегда контролирую местоположение котов на моем рабочем столе так макак . пт переподписан три месяца макар спасибо за подписку благодарю но блэйд возвращается конечно но он сильно потерял в темпе по инфе так и не получил кстати ответ на посмотрим на следующей карте будет рандом у него или нет не fly вроде без спидов бежал хотя может и со спидами кстати у него свитка не было неправильно построил не в том месте видимо да но в целом сейчас мне гораздо больше нравится как инфе играет старт был не совсем удачным но потом классика классика да 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 fly в порядке это это все фирменный стиль чем первый раз он ушел на на лалах там пять хитов у окружается ху но это ошибка он не знал что урк совсем близко сразу отдает же салисных троллей хекс на тролля это такой залет просто дикий залет минус 2 юнита как минимум на одного гранта но того не стоит попытался добить блэйд третий исыхающий продолжает преследовать арчу подрезает минус грант правда ну может быть и и нормальный размер не знаю три гранта на двух троллей арчу сопоставимо назовем это так но часу с ихи есть проблема с тем что он не знает каким макаром с чем ему крепится грант и давали хоть какой-то темп у панды правда та же самая проблема сейчас город в осаде недоконтроль котов до недогляд недогляд за котами опасный момент но блэйд довольно далеко поэтому стащить артефакт не получится но обратите внимание как быстро инфи тискает артефакт просто сразу просто сразу сразу проверка идет параллельно база ставится ой мне нравится связка кипер кипер панда причем кипер панда именно с снычкой в чем смысл смысл в том что демон хантера нет и в лейте сложновато играть против прокаченного сахи но ты благодаря экспанду уменьшаешь время которое есть у орка для того чтобы ну комфортно играть то есть ты как бы говоришь там ты либо либо там с третьим саха по фасту приходишь пытаешься меня убить либо либо потом мне будет плюс 20 лимита и больше привет боник здравствуй инфирандом брал подсказывает вин 32 понял вот если панда качнется до 3 так нужно светануть здесь ай как неприятно так панда может не качнуться до 3 просветочка панда в принципе здесь может улететь а где оболишь оболишь он сделал или нет за дряду не будем вписываться не будем есть оболишь есть оболишь видимо почему он сразу не делал оболишь на на панду превентивный так скажем этом все равно доля секунды вряд ли успел бы свиток лечения инвул очень грамотно действует что по лесу надо заказывать виспов леса тут на всех ряд не хватит варды прекрасно поставить бы сразу на экспанде а он свиток и узнал даже отводит кипер для того чтобы панду третью прокачать и вроде как раз хватает притык на хватает красиво цеха пошел тоже 3 брать идет догоняющая база но это уже залет инфи выходит из лимита чум варт не не влепила город в осаде а влепил так не совсем правильно поставить приходится 2 здесь персонал к кипером отменяет красиво зачем правда арчу сюда пришел если не все равно висп здесь стоит но в целом реакция флая она такая пассивненькая то есть он хочет затянуть игру то есть он понимает что продавить этот экспант который кстати надо виспов отправить было бы неплохо тогда заработает нормально будет он не сможет как же инфи законтраливается когда я съел до увидел много параллельных событий пройдет проходит негатив поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает миша я забыл спс за вк 3 да меньше чем 3 спасибо за спасибо спасибо что смотришь что делишь разделяешь надо дыхание делать не не солить его поздно придумал он это но ой труша таура выпадает у и шедер как раз подряд хорошо грейды делать на атаку наверно уже есть один грейд на атаку нет грейда на атаку ошибка после этого надо сразу грейд заказывать 1 на атаку 1 2 лес есть и хорошим еще шахту под починить то есть забить на то что виспы какое-то время не под не подобывают но избавить себя от риска что приходит блэйд и начинает сразу сразу месить т3 у инфи ну медведи опять же против рейдеров зайдут просто прекрасно если еще отменить разок флайу нычку а отменяется общей зи черковская база одна из самых незащищенных из построить без без шкатулки нычку это прям целая целая трагедия сражаться нельзя инфи здесь попытаться быстренько шатнуть куда он бежит зачем здесь мелькает он мог реально сейчас закрепить этот магазин просто под шумок быстренько и все пытается развести козел наверху козел без телепорта панда зато с телепортом придется телепорт чижить но винные пары дыхания на телепорт лучше сразу а в этом смысла просто нет в сражении в этом ну у тебя делает 103 тебе нужно ты уже отменил базу противнику у тебя есть там две с половиной минуты пока она не начнет добывать все минус что инфи вышел все-таки из лимита чуть пораньше именно что он так и не делает грейды вообще никакие это проблема прямо проблемы мг а не медведи только сейчас пошел первый играть на так блэйд очень хорошо домогается шедро зашедро надо вписываться виспами естественно ну что ты делаешь на пропусти его по мелочи не доконтролил и в результате вот такая хрень кстати хорошая тема я думаю что киперу действительно надо переучиться на снова двумя героем отменяет базу но флай собирается атаковать сейчас эксп о нюс но дает и свой виспап пытался кодой съесть ладно эксп все равно получился в плюс сейчас надо хандрит харден скин сделать верить что грейды еще нет но как же рейдеры разваливаются от панды и от таунта это просто дичь но оболишь алё хилвард ряд на контроле сверху арба появилась у козла таунт отличный блэйд сейчас должен выпивать купон дыманы нет к сожалению саха старается лечит спасает но все равно юниты теряются сейчас был размен более-менее равный но эльфа уже есть т3 будет ли он восстанавливать базу или не будет я не знаю в целом в целом-целом-целом герои орк все равно лучше нет не выгодный был размен строящуюся базу отдавать за ту которая работает безусловно невыгодным и сейчас двумя героями особенно с такими артефактами там соби маска там 75 процентов мама на регион представляете у героев у героя us shadow hunter это же дичь сумрак привет тысячи рублей саней миша привет так только вернулся из-за пуска а тут варкрафт спасибо за хорошие стримы а в отпуске не сматривал баннер на руку это было восхитительно только женщина мечта хорошо отдохнуть вечером спасибо спасибо полечку помним помним баннер сага стильная конечно красивая игра а инфи к сожалению отдается ночь похоже на это потому что блэйд и саха верно идут к пятому уровню к третьим критам и третьему лечению а козел верно идет в в алтарь став опять же инвул нужно уже сейчас жать и ты не можешь телепортироваться так просто есть нужно а козлик возвращается стафанул прикопал козел думал уйти но нет пытается восстановить базу козлик телепортируется ну да ошибка была что ничку отдал ничку отдал это была самая большая ошибка инфи всегда за хумана был у инфи вообще две расы то есть он был хуман и эльф чаще хуман окей но последнее время он играет за рандом и по сути это типа сильнейший рандом мира наверное он и тяж армию игрока такую 35 лимит у инфи мне обидно что он он хорошо же шел вроде игру чувствовал на там отменял он шел к успеху но но базу отдал зря я если честно думаю что он сейчас отменит есть телепортируется защитить свою то есть там у него козочки ждали персоналка одна но надо было телепортироваться а не делать персональный телепорт и став этим героя потому что таком случае видите вы теряете время вы оказываетесь на мэне при этом милосердие здравствуйте кстати он взял видите ауру шипов на четвертом уровне тем не менее разница по лимиту уже колоссальная 60 орка на 40 эльфа и сражаться за x хочется но нечем там все еще пятый саха с такими же предметами классными какие были то есть он и камень не прожрал кодом медведя бы съесть оп съел став хороший панда старается сдувает но не сдувает потому что панда не пятая а саха уже пятый было и сейчас на следующем же unity получит 3 криты и будет уже не 180 240 крит какой-нибудь предмет у нее неплохие блайда ловит просветкам придется наверное большую нву использовать я жду крит от блайда 220 снова 220 стабильный урон выдает красиво 70 на 40 не так уж и быстро ману из хитин регенерируется как я гляжу минус база там даже телепорт есть блин у сухи понимаете даже телепорт есть если бы свиток поражал то когда его спас он и так спас да вот это да и все-таки удалось флайю затянуть игру понимаете удалось удалось затянуть удалось поразмениваться хорошо удалось получить прокачанных героев и как следствие да еще экспант опять же убил там-то за счет преимущества по лимиту можно было повыруливать даже невзирая на то что ты по немножко по а ладно посмотрим старички какие-то играют пишет да я не помню как твой никнейм правильно читать я помню ты обижался что я тебя неправильно читал все теперь и инфи за рандом серьезный fly grid ready инфи grid ready погнали я успел заскочить этот лист и риам на последних секундах что я молодец гейм-нейм написал судьи написал и написал погнали рыба рыба альянс ну выпала основная раса инфи и карта очень хорошая под под хумана на мой взгляд то есть она такая изявая под экспант очень с потенциалом на экстремальный криппинг который можно использовать например если противник не знает за кого ты за кого ты выпал привет громила хаммин говорит а там уже после отдачи бм было понятно что флай не отпустит игру да 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 это 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 был очень странный врыв то есть вот то что блэйд мастер до конца и выжил на пяти хитах ладно еще можно понять но зачем он там остался это прям не ясно ну ладно можно понять что если бы у эльфа не было бы виспан на мастерской что уже как бы на таком уровне маловероятно то эльф мог бы поатаковать на мага блэйд мог нанести последний удар получить второй уровень стырит девайс даже если он стырит девайс какой-нибудь хороший артефакт этот и умрет это уже будет дороже артефакт чем стоимость выкупа блэйда и всегда надо помнить что если вы получаете артефакт который стоит 100 голды то вы не просто получаете артефакт которые стоят 100 голды вы противник не получают артефакт который стоит 100 голды то есть там либо минус 100 либо плюс 100 пограничного значения нет кому-то артефакт это в любом случае достанется Понимаете? Логика То есть вы, получая артефакт, который стоит 100, фактически получаете его за 200 Вот такая вот аналитика в Варкрафте Пришла разведка, архмаг А тут форсирный харасс И сразу фаст эксп Тут же метнулся Но форсир, можно сказать, что и угадал, получается Флай выкупает троллем Сейчас будет очень много, очень больно Потому что оболишь раз, оболишь два Правда это стоило ему троля, а тролль это дорого Прибегает ФС Не добивает пока никого Теряет как минимум волка Но тут три раба на ладан дышат Смотрите, минус один За динайл одного Еще бы за динайл второго, было вообще шикарно И еще парочка рабочих Близки к смерти Волк отконтроливает флайп, просто шикарно И хэдхантер, может два барака там будет вообще, нет? Один барак пока хэдхантер Соколик, что? Что? Сокол, тут в чате собрался Парадайз, Уан Ло и Хорош Прикинь? Армию игрока атакуют Город в осаде Висп за 120 Ну висп за 120 Это по другой причине Ну че вы начинаете? Аналитики у Фоги учился? Не, ну че вы начинаете? Ну а что, не так что ли? Вот скажите, что? У вас есть два пограничных значения Артефакт либо у вас, либо у противника Ну в данном конкретном случае Понимаете? А конец Иван говорит Ты не пробовал себя в торговле? В торговле? Почему счет 0-0? Потому что майкер ленивая жопа Точнее забывает счет исправить Снова идет на Нападение на рабочих Так, давайте Исправлю счет Про Виспо вообще другая история Чего начинается? Там другая абсолютно логика Там ее нет Здесь она есть Хэтхантеры чудесным образом спаслись Три человека с красными хитами Ну, мне кажется, что будет Какой-нибудь агрессивный второй герой Стандартный, типа Наги Или Рейнджерки И продолжение банкета Форсир второй, но очень битый А, не, сразу Нет, еще Подождите Это Т2 не доделалось Я думал, там Т3 уже А, они уже ушли в PUBG? Понятненько Еще минус рабочий Как же рискует здесь Форсир Ну, сейчас на телепорте Как бы не пришлось уходить А, но инфи работает по волкам То есть он Форсира даже не пытался заблокировать Может и правильно Гранту пофиг на Ой, смотрите, как грамотно Стоит, причем стоит на халде Даже нет, он его подконтраливает Подконтраливает Но главное, чтобы он не атаковал вышку Блин, классно Конечно, флай развлекает По полной программе Сэха и два бестяри Ууууу А что это у нас тут такое? Это могут быть как рейдеры Так и виверны, на самом деле Привет Не знаю Бобрый день Почему я вас на тебя триггерится? Кто-то зарепортил, видимо Я не знаю, как это работает Но Сегодня на болванке Откопал легендарный бот Играл некто Анну Найт Эльф Против топа Евроладера Сублиминатора Помню, помню такого Помню Кажется, на низинах это был Вот Да, там такой бобер молодой Без фейспалмов Его не послушаешь сейчас Я пробовал Это, конечно Такой щегол Просто щегол Флай даже одним грантом Пытался продолжать Развлекать Развлекать Но Минус грант И третий архмак Что там Рейдеры с сетки Все-таки, да И на Т-2 сидим Делаем бетон Под агрессию врага Форсир Перехватывает Инициативу По Эстафету, так скажем По По харасу Но Безуспешно А тут уже архмак Слушайте, а инфи Сейчас покарает флая А потому что бетон Не готов Другая армия Черт знает где И это значит Что как минимум Один боро у нас Ушатывается Может не ушатывается Да, с элементалем То точно ушатывается До бетона Я имею ввиду С ним-то попроще Будет Со слов фоги Если тебя убивает Висфати Нужен новый вис Получается Этот висп Стоит 120 В смысле Как 120 Если ты на него Только 60 тратишь У тебя же был до этого Висп за 60 Армию игрока Атакуют Неплохо Рейдеры штрафуют Футменов Мне кажется Здесь Т3 надо делать Все-таки Ну А, не Он не будет делать Т3 У него просто леса нет Беда И верно И верно Я не видел Этот смайлик Блин, классно Чей он Чей, 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 чей Не вижу Верлоина Нифига себе Верлоин Такие мемчики Себе подрезал Это молодой Щегол Сейчас катком Прошелся Катком Прошелся По старому Сейчас Ну Скорее Сюда Да Прошелся Пытается развлечь Опять Футами Сам делает Т2 Рифлов И Бладмейджа Ну и Конечно же Там арканка Где должна Строиться Вот она Волшебное Светилище Называется Хорошие Набеги От Флая Хорошие Забеги От Инфи Чтоб Дефенс Был А есть Дефенс Отлично Вот это Уже Проблема Просто Крабами Тут Не Отобьешься А он Игнорит Он Добывает Реально Он Думает Что Не Так Он Не Работает Слушайте А Инфи Тут Кажется Затаскивает Еще Контролирует Видите Базу О Фолан Еще Хагош Фолан Перепись Стариков У нас Гам Овер Фолан Гипогреп Подержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщил Привет Гипогреп Здравствуйте Мишка Я Рад Вас Увидеть Взайм Вообще Не понял Как С приложения Донатить Объясни Да не надо С приложения Донатить Там Непонятно Есть ли Донат Или нет Там Конская Комиссия Еще Плюс 30% Поэтому Просто Пользуйся И все Это для Удобства Просмотра Ну и все Сейчас Инфи Будет Уже Отковыриваться Мало того Что Две Базы Против Одной Так Еще Он Устраивает Харасы На Четырьмя Футменами На Базе Только Сейчас Вернулся К нормальной Добыче Флай Все И вот Эта База Она А тут Банишем Спасает Рифлов Хрен Убьешь Рейдеры Пасуют Инфи Сейчас Может Из лимита Выходить Потому что Знает О намерениях Орка Сделать Базу Вообще Не торопится Прикиньте 1200 На руках Он из лимита 50 Не выходит Ну По лимиту Он готов Заряжает Мне кажется Что после этих 2.40 Будет До заказ Да Все Выходит Нет Ааа Грейт На дальность Рифлам Грейт На дальность Может еще Оттянуть Появление Ну Выход из лимита Так скажем Ааа Ему удается Даже Даже без этого Штрафануть Базу Базу Флайм Не Инфи Конечно С таймингами С таймингами Очень хорошо Дружит Банишь Сорочку Спасли Ну Нужно Сейчас Ментов Брать Отсюда А Ментов Там Нет Пытается Свалить Но Сеточка Будет Штрафовать Всех Сейчас Банишь Все Нет Нычки Орк А Инфи Уже Подкопил Там Полтора Может Он Т3 Жмякает Нет Не Жмякает У него 1600 Голды На руках 1600 Голды Дичь 51 Лимит Ну Это Точно Выход Ну 53 Все Пошел Процесс Бедная Сорочка Пристом Старается Лечит Но Слишком Серьезное Напряжение Все Бладмейдж В бой Его тут же Ловят У него нет Маны На Русич Благодарю Тыкает По героям Скроф Спит Телепорт Все-таки Да Наверное Да Даже Сейфовый Так Телепортировался Все Дальше Выходить Из лимита И идти Маршем На базу Причем Он проверяет Смотрите Как грамотно Футменам Это все еще Один из тех Футменов Которые На старте Помогали Отбиваться Потом приходили Раз Приходили Два И он еще Продолжает Разведку Делать Шикарно Отчаянно Флай тыкает Да У него есть Грабеж Он зарабатывает На этом Деньги Крутится Как может Но рабочие Кажется Не простят Здесь Очень активно Чинят Да Я понимаю Что сейчас Начнет Рейдеров Терять Массово Одного Там забанили Рейдера Другого Убили Нет Енота Мне еще Пока не Выходит Очень высоко Курлычит Прибегает Айм И снова Отменяет Базу Ничего Не Сделал Без Т3 Ты нычку Не поставишь Против Нормального Хумана На такой Карте Он Задолбает Тебя Да Опасный Момент Пошел Уже Рефла Отправляет Невидимого Но Немножко Разминулся Видите Как Оказывается Противник Был Под боком И пробежал Может быть Даже И хорошо Что Пробежал А то Пришлось Быть Здесь С ним Сражаться В очередной Раз Попытка Сделать Базу На этот Раз Сторожевая Вышка Стартует С этим С бетоном Да Лимит уже 66 на 49 Светоключение Очень Хороший А где Дрейн Ты не могу Понять Чайник Банишь Диспо На волков Левел Ап Пошел Дрейн Не Это Унижение И И Снова Персонал Кана Невидимого Рифла О Инфи Заметно Лучше Конечно Захуманов Играет Особенно Особенно На Типичной Карте Снова Дрейн Пофиг Что сетка Он Все равно Дрейн Окупается Кстати, вполне вероятно, что у него второй... Да, у него второй дрейн Стоит 25 А за секунду 30 высасывает А там гарантированно срабатывает один тик Ну все, сейчас приходим, маршем, убиваем эксп строящийся У баниши нет кулдауна, к слову Ну то есть там где-то секунда и все, то есть там такой Кулдаун на анимацию даже, не секунда, а на анимацию каст Архмаг взял свиток И инвиз на архмага, свиток лечения Да, здесь баниши было сложновато спасти Хотя маны не было у этого, у форсира Чайником бытия все равно не убили, странно Пошла персоналочка, по-быстрому сейчас закупятся И бутылку надо еще взять Став, уже Т3 и там еще у инфи Коней можно сразу штамповать, они без грейдов В смысле, не требуется грейд, они против рейдеров очень хорошо заходить будут Кони Попытка развести Там второй масон или Трикосарян Что, телепорт? Да ладно, серьезно, зачем телепорт? За сорочек, видимо Не диспельнул, видимо не успел кинуть престами диспел, чтобы развеять скорость перемещения Сокол говорит, орки против всех архаз терпит В прошлой катке инфи на рандоме выпал эльфом И Флай его классно унизил Но он потерял сначала блайда, стандартно На ровном месте Но потом унизил Палыч появляется Флай хочет отзумить Ламбермеллы для того, чтобы уменьшить вероятность разводов Ну, точнее усложнить их Усложнить Приходится делиться Такой душный флай Че он как нормальный орк не Не сражается Странно Он че рыцарь творит Сразу с клинками Может и медведи тоже замашнить, чтобы они сразу мастерами выходили Хотя бы адептами Таурены с поливерайзом без дополнительного грейда А бомбы, чтобы сразу воняли А то хуманам сразу и грейд сделали Дали дополнительный А потом еще врожденную способность Ну что за халява 50 на 75 Just Walker, привет Благодарю Разделил войска Помогать отбиваться А второй армии, собственно, давит дальше Телепорт пошел Палыч не реагирует, что-то на телепорт А, на него телепортируется маг Красиво Ну сразу аура элементали И возможность стпшиться отсюда, если что И вынужден, кажется, здесь флай биться Даже несмотря на то, что часть армии гуляет у инфи Он все равно здесь, похоже, побеждает Форсир уже пустой Падает рейдер Фрист падает, но это мелочи Там еще минус один рейдер Все красное Один-один Один-один За кого топим? Да пока не важно Там дальше будет фоги Фоги нейтрон Извините Фоги нейтрон будет дальше Там уже можно будет подумать Я бы за нейтроном поболел Потому что шансов выиграть фоги у нее немного Все-таки, мне кажется Почему инфераса выбирать не может? Не хочет Он выбрал, играет рандом Фристы сразу с инфаером Сорки с инвизом Да вообще грейды убрать Это лишнее телодвижение Дожил до шаманов Сразу блатласт Не, ну а что? Классный счет указал Флай благодаря тебе Карту инферджил Ааа Я там перепутал местами Но сейчас точно 1-1 Это верный счет ДХ сразу с ультой Да хуманов просто апают постоянно Как бы сейчас еще вернется инфик Какой-нибудь в актив И все А ему сразу и это готово И это готово У ваши рабочие чинят быстрее У вас там грейд бесплатный У вас там престы дальше диспелят У вас там вышки быстрее чинятся И такой Ммм Неплохо я Повыжидал Как ты понимаешь, что происходит Я вообще ничего не понимаю Да я тоже не понимаю Просто у меня есть хорошая практика Комментирования И я уже Черт, я есть хочу Сейчас я быстро посмотрю Что можно перехватить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сегодня с утра В холодильнике было столько всего Столько еды Сейчас открываю Там пусто Были там капкейки Мясо Овощи Заготовки какие-то Открываю И я нахожу В дальнем углу Засохший кусок сыра И что вы думали? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Армию игрока атакуют Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому армию игрока атакуют город в осаде слушайте это это не талоны случайно что это за застройка такая это талоны кажись да шашлыки принес куда там магазин под пуш 3 сандры брызь 3 сандры просто экспанда нет кипр есть экспанда нет и довольно большое количество арчи как будто он будет какую-то агрессию играть но это не талоны с циклоном боится иллюзий хотя знает что это иллюзия это 300 пришла думает что я сыром и с ней поделюсь она сожрет вообще не подавится сыр сравнялся сыр очень плотный куда так что-то как сегодня 3с обнаружила когда открыли балкон что там мясо разморозилась столько счастья в глазах у кота не было никогда большой инвул не это явно какой-то улын с одного барака с каким-то агрессивным вторым героем мы там уже третий блэйд это какие-то прохладные стратегии а юниты здесь нельзя терять еще час подойдут за ним не я бы вышел тут тут уже всем арча теряется за ним гг